Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. ДТП со смертельным исходом произошло на трассе М5 Урала около села Печорское в Сызранском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и съехал на правообочную. Там в это время местные жители торговали клубникой. Машина сбила 68-летнего мужчину, 12-летнюю девочку и 9-летнего мальчика. По предварительным данным сотрудников Самарской госавтоинспекции, водитель автомашины «Лада Калина» из Ульяновской области, мужчина 1953 года рождения заснул за рулем, в результате чего допустил наезд на пешеходов, находящихся на обочине проезжей части. Мальчик получил тяжелые травмы и по пути в больницу скончался в машине скорой помощи. Девочка серьезно не пострадала, а пенсионер с политравмой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Установлено, что он был трезв. Задержан по горячим следам, и все благодаря подробному описанию потерпевшей. Экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого в совершении грабежа на Среднесадовой. Выяснилось ранее, 35-летний самарец уже был судим за разбойное нападение и вышел на свободу только два месяца назад. Силовики подозревают на счету у мужчины как минимум шесть нападений на жительниц областного центра. Преступления совершались на территории промышленного советского и октябрьского районов. Грабитель срывал с жертв золотые цепочки. Грабежи были совершены в отношении женщин в возрасте от 25 до 35 лет. То есть человек, который не может оказать сопротивление, рывок, внезапность, доступность золотых украшений, рывок. Сейчас устанавливаются все жертвы подозреваемого. Задержанный дает признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Сотрудники полиции просят всех, кто стал жертвой этого человека или свидетелем преступления, сообщить в полицию по телефону 373-7640, а также по телефону 020. Восемь долгостроев удалось довести до ума в прошлом году. Долгожданное жилье наконец обрели более тысячи обманутых дольщиков. Столько же отпразднует новоселье в этом году, обещают региональные власти. Новостройку, которую планируют сдать уже этой осенью, сегодня увидели представители областного Минстроя и наша съемочная группа. Олеся Корецкая продолжит. 12 лет ожидания. Илья Шулека уже и не надеялся отпраздновать новоселье. Квартиру в строящемся доме на улице Тухачевского купили с будущей женой еще в 2005 году. Через несколько лет застройщика признали банкротом. А так они с данным домом внесли список проблемных объектов. В 2013 году совместными усилиями городского и областного департаментов строительства определили нового подрядчика. Ну, слава богу, хоть вон, облицовка идет, красит, все в порядок приводит. Вот, бальзам. На раны, честное слово. Уже 12 лет, уже думали, что все уже бесполезно. Все это так и завалится. Четырехсекционный дом высотой от 10 до 16 этажей почти готов. Новый подрядчик завершил брошенную стройку, провел все коммуникации. Сейчас на объекте ведутся внешние отделочные работы. Много было всяких проблемных вещей. Ну, мы справились, дом достроили. То есть, в данный момент осталось нам сделать благоустройство. Данный объект позволит удовлетворить значительное количество дольщиков. Их более 211 человек. Количество квартир предусмотрено 417 в этом доме. Завершение его позволит удовлетворить значительное количество дольщиков. И завершить строительство. И позволит исключить данный проблемный объект из тех, которые не завершены на территории Самарской области. Дом на Тухачевского обещают сдать к началу четвертого квартала этого года. Решение проблем обманутых дольщиков – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. За пять лет в Самарской области очередь из обманутых дольщиков сократилась в разы. Каждый год долгожданное новоселье празднует больше тысячи человек. Кроме того, с 2012 года в Самарском регионе не появилось ни одного нового проблемного объекта. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. Вышли на финишную прямую. В Самаре на Максима Горького рабочие укладывают верхний слой асфальта. Это улица в списке ремонта по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Всего в Самаре по этому проекту в порядок приведут более 40 объектов. Завершить работу должны в конце октября. Но подрядчики сейчас обережают график, в чем и убедилась Марина Кравцова. Работа в буквальном смысле кипит. Температура асфальта достигает 120 градусов. Этот жар ощущается довольно сильно. Работают дорожники в ночное время суток, но не потому, что на улице прохладнее, а чтобы создавать как можно меньше помех для автомобилистов. Асфальт укатывающей катки практически танцует вальс. Двигается техника по определенной траектории, создавая нужную плотность асфальта. На улице Максима Горького идет укладка верхнего слоя покрытия дороги. Трудятся четыре бригады дорожников. Ранее уже уложили слой выравнивающий, теперь финишный. Асфальт марки «Щема-20». Материал очень качественный, такая дорога должна выдержать повышенные нагрузки. Данную ночь планируется выполнить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площадь 9,5 тысяч квадратных метров. Общий донаж в сегодняшней смене оставляет 1200 тонн. Улицу Максима Горького ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Ремонт комплексный, обновят не только проезжую часть, но и тротуары, газоны, бордюры. Ремонт идет на участке от улицы Крупской до Вилоновской. За качеством работ контроль пристальный. Ежедневно проверяют, как уложен асфальт и тротуарная плитка. Принимают работу только если все по стандартам. Если брать проезжую часть, то это отбираются керны, так называемые, которые в последующем в лаборатории испытывают на физико-механические свойства и толщину. В случае некачественного выполнения подрядная организация работы переделывается. Завершить ремонт улицы Максима Горького планируют к концу июля, началу августа. Всего же в Самарской области в 2017-м из федерального и регионального бюджетов по программе «Безопасные и качественные дороги» будут направлены средства на ремонт 93 автодорог протяженностью 150 километров. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре ищут водителя, скрывшегося с места ДТП. По данным полицейских, 7 июля неизвестный водитель неустановленного автомобиля около 14.20 ехал по Ракитовскому шоссе со стороны улицы Олимпийской в направлении улицы Магистральной. Избил 59-летнего мужчину, переходившего в проезжую часть в неположенном месте. Пешехода госпитализировали в больницу с переломами, а водитель с места аварии скрылся. Самарские полицейские просят очевидцев звонить по телефону, который вы видите на экране. В Самаре неизвестные незаконно вырубили деревья на 4 миллиона рублей. Прокуратура Железнодорожного района совместно с Департаментом городского хозяйства и экологией администрации Самары провела проверку и выявила нарушение. Неизвестные вырубили 18 деревьев на улице Спортивной напротив парка Щерса. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», совершенное в особо крупном размере. Лесорубам, которых еще предстоит найти, грозит крупный штраф или до 7 лет лишения свободы. Невеселые горки. В одном из самарских дворов водитель маршрутки оставил свою газель на пригорке. Через некоторое время она начала скатываться. В пути микроавтобус задел 11-ю и форт, а потом уперся в дерево. У отечественной легковушки оказалась помята правая сторона, а у иномарки разбит передний бампер и капот. Обстоятельства происшествия выясняются. Мужчина пострадал от укуса змеи под Тольятти. В больницу обратился за помощью 77-летний житель села Выселки Ставропольского района. Он заявил, что его укусила змея. Врачи стационара оказали пострадавшему помощь и вызвали скорую для перевозки его в больницу с токсикологическим отделением. В Самаре издали сказку «Самарик» и чемпионат мира по футболу. Это необычный путеводитель по 11 городам страны, которым в следующем году предстоит принять грандиозные соревнования. Автор книги – самарский журналист и автор детских сказок Мария Пашинина. Сказка состоит из небольших рассказов про музей Самары космической, Московский зоопарк, Санкт-Петербургский музей, легендарный дом Павлова в Волгограде и памятник стратонавтам в Саранске. Издано 500 экземпляров книги. Иллюстрации к сказке выполнила жительница Самары Виктория Валиева. Престольный праздник в старинном храме Самары. Православные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла. На богослужение собрались сотни верующих со всего города. В числе паломников был и Олег Зверев. Православные рыбаки называют его своим небесным покровителем. До призвания на христианское служение апостол Петр занимался рыбным промыслом и носил имя Симон. А после встречи с Христом стал одним из самых близких и ревностных его учеников. Апостолов Петра и Павла церковь называет первоверховными, как наиболее потрудившихся для вселенской проповеди христианства. Народное почитание апостола Петра было таково, что многие страждущие стремились прикоснуться хотя бы к его тени и получали исцеление по вере, которую он проповедовал. Ближайший и самый ревностный ученик Христа обладал такой силой убеждения, что после его выступления тысячи иудеев становились последователями евангельского учения. Если Петр проповедовал среди народа избранного, то Павел – апостол язычников, хотя поначалу звался Савлом и был гонителем христиан. Они показали миру пример покаяния, и хотя в жизни встречались всего дважды, на иконах их изображают вместе. В праздничный день в Самаре центральным местом торжеств стал старинный Петропавловский собор, в котором состоялась божественная литургия и крестный ход. Этот храм стал родным для многих поколений верующих. Старинный храм, что называется, намоленный. Еще наши прадеды и прабабушки сюда ходили молиться. А вот лично для меня этот храм вообще особый, потому что именно в этот храм я ходила совсем маленькой девочкой. Не только храмы, целые города называют в честь святых апостолов. И один из главных, град Святого Петра, был столицей Российской империи. Мы всегда взираем на образ святых, которые прославили Господа и явили небесную красоту. Уже не я, но живем во мне Христос, говорил апостол Павел. Это как раз найти Христа в жизни и жить в том божественном измерении. На праздник Петра и Павла завершается пост, но в этот день по традиции принято готовить рыбный стол. А еще в народе говорили, Петр Павел жару прибавил, ожидая, что после праздника установится настоящая летняя погода, необходимая для проведения уборочной кампании. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Сбитый, но не сломленный самолет Ил-2, выпущенный в Куйвышеве и восстановленный в Новосибирске, станет хедлайнером международного авиасалона МАКС-2017. Наш корреспондент увидела раритет, чей путь в Москву пролегает через историческую родину. Вырыл себе яму. Глава подрядной фирмы, построившей подземные переходы на московском шоссе, предстанет перед судом за мошенничество. Поднялись на ступеньку выше. Хоккейный клуб ЦСК ВВС вошел в спортивную элиту страны. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова